Обмакиваем в раствор с глиной. Глина мокрая обволакивает корни. И тогда, когда почва начинает высыхать, глина не даёт высохнуть корням. И тогда приживаемость и рост будет лучше. Короткий инструктаж от главного лесничего и участники акции «Сад памяти» готовы к работе. Им предстоит высадить на одном гектаре 4000 сеянцев сосны. Сотрудники лесхоза уже подготовили место, где будет происходить пополнение зелёного фонда. А помогают им работники металлургического завода «Балакова». Сегодня мы первый раз принимаем участие в этой акции. Я думаю, что станет она постоянно. Принимают участие порядка 45 человек, работников МЗ «Балаков» с разных отделов, с разных цехов. Приятно принимать участие в том, что будет создано на годах. Непривычный инструмент для посадки саженцев, так называемый «Меч Колесова», быстро становится для участников акции хорошим помощником. Почва песчаная и легко поддаётся обрабатыванию. Работники завода разделили обязанности, поэтому работа спорится. Один делает лунку, второй кладёт в неё сеянец, третий прикапывает. Особо почётная задача – установить именную табличку. Всё-таки эта акция приурочена к Дню Победы. И высаженные деревья будут носить именно тех, кто прошёл Великую Отечественную войну. Сад памяти увековечили. Деда, который воевал в Великой Отечественной войне. Место, которое выбрано для посадки маленьких сосен, особенное. Этому лесу уже больше ста лет. Хрупкие, но в то же время очень сильные двухлетние сеянцы должны заменить старые деревья. Здесь находится у нас памятник природы. С основой насаждения у села Плеханы называется. Видим, что здесь есть полянки, где уже деревья переспелые, есть усыхающие. Поэтому мы дополняем лес, чтобы он был полноценным. Пару часов дружной работы и несколько рядов сеянцев уже чувствуют почву своими корнями. Сажали малюток с любовью и заботой, а значит и переживутся они хорошо. Металлурги уверены, сосны вырастут крепкие, как сталь.